Вот этот магазин, такой народный магазин об обуви. Чур, не плеваться. Смотрите, какие шлепанцы сейчас новые, да? Вот через палец один. И дальше идет еще вот такая вот перехваточка. Довольно-таки устойчивая, знаете. Вот такой бирюзовый цвет. Можно вполне... Смотрите, как джинсом идет. Потому что опять же стиль тот же самый. 15 долларов стоят вот такие, видите, они через пальчик. И ведь есть такой цвет, есть такой, есть бирюзовый цвет. Есть даже вот такой кофейно-молочный. Есть черный. Если хотите, вот с такими камнями. Вот. Или вот такие вот в стиле хиппи. Или опять же вот с такими богатыми камнями. Они, между прочим, идут с небольшим каблучком, что, в общем-то, неплохо. Я померила, мне понравились. Очень удобные, простые такие, на каждый день. Ой, какие, смотрите. Кеды. Кеды, кеды. 19,98. Тут вся вот эта зимняя обувь, вот эти все уги, все с распродаж. Видите, идут. Цена была. 69,99. Сейчас 59,99. 10 долларов сбросили. Абсолютно невесомые. Rocket Dog. Такое впечатление, как будто они картонные. 25 долларов стоят. Или вот такие, тоже невесомые. Вот такие пойдут под льняной одеждой. Потому что они такие, вот и цвет льняной, и на ощупь они такие. В этом году, видите, какая обувь вся. Чу-чу-чу-чуня-чуня. Подошва такая резиновая, гнущаяся. Так, ну это уже, в принципе, все уже. Надо идти и смотреть на новое. А новое привезли, это вообще, знаете, попадать в осадок сразу же. Ну вот, например, вот такой туфлик золушки. Кому нужен? Или вот такой. Или серебряный. Серебряный. Стоят они 30 долларов. Или вот такой. Боже мой, ну как, как, где? Ну покажите мне людей, которые у нас здесь, в нашей поночке, ходят вот в таких вот золотых. Или вот таких серебряных. Или вот такой хрустальный башмачок. Смотрите-ка. Хрустальный. Да, хотелось бы им посмотреть на них. Так, вот это идут на такой, на танкетке. На танкетке у нас еще девчонки носят. Но стразы они не любят. Видите, какие смешные, прикольные, да? Тоже 30 долларов. Или вот такие. Я знаю, что сумки вот такие есть точно. Под джинс. Я себе купила чуть меньше. И тоже под джинс. Или вот такие. Ух, тяжелые. Я себе купила вот типа таких. Очень удобные, прочные. Хорошо на ногах сидят. Вот такая вот сеточка. Смотрите. Цвет белый. Кофейный. Такой синий. Как бы такой цвет назвать? Синий. Синий. Лиловый. Черный. Так. Вот такие у меня в шкафу валяются. Уже 4 года как валяются. Вот такие с бантом, кому нужно? Все идут. Вот это уже 35 долларов. Так, вот цвет. Такие вот на постоянный можно было бы. Вот эти бинты впереди. Так, вот 34 доллара. Смотрю, все на пробковой подошве в этом году. Да, видите, все на пробковой подошве. Пошли балетки. Все 25 долларов. Поэтому я их покупаю в Маршалсе. Но это вообще, видите, золото, серебро и зумруды. 12 долларов. 13, да? Какая прелесть. Пошли стоят никому не нужные. 20 долларов. Беленькие и кофейные. И такие. И вот, смотрите, их тут целый ряд. Просто, что на них, конечно, глаз не падает. Другое дело. Я в прошлом году себе искала сланцы. Нашла они у меня до сих пор еще как новые, целые. Мне, в принципе, они не нужны. Видите, вот это все сланцы. Некоторые вообще по 30 долларов стоят. За что спрашиваться? Еще раз говорю, что девчонки у нас на работе носят вот такие. На черной подошве. Черные сланцы. Иногда с камнями. Иногда вот такие. Здесь все с прошлого года стоят. Я их помню в лицо. Это вот на индейский. American Indian. Манер. Или вот такие. Здесь есть небольшой каблучок. Вот сейчас вот только потеплеет. Они все обои сланцы. И будут в них жить. Ну, это вообще, смотрите, страз на стразе. А это вообще даже стразовый какой-то банд. Бриллиант. Господи. Это золотой. Да. Так, здесь что? Привезли. Да что ж так много камней? Такое впечатление, что ты в Эмиратах. В Эмиратах, там вот в Дубае, когда-то была на этих, на местных рынках, прям аж глаза болят от этого блеска. Бриллианты, камни. Ну, вот тоже, видите, стиль боха. Вот те, которые там были почти такие же. 27,99, только эти два раза дороже. Вот такие вот сандали. Вот такие сандали тоже 28 долларов. Да. Ах, все почти одинаковые. Конечно же, смотрите, все любят здесь вот эти вот кеды. Ванс или же вот Тейлор Свифт компания Кедс. Я тоже их люблю. Мои любимые. Обожаю их. Что-то у них не очень они сильно хорошо представлены. Потому что она онлайн, наверное, хорошо торгует. Так, вот это страшные кроссовки. Некоторые просто удобные. Знаете, они страшные, но они очень удобные. Есть же люди, у которых проблемы есть определенные с ногами. Я, например, маме своей так подбирала. Потому что она делала операцию на косточке внизу, на ступнях. И ей после этого вообще трудно было очень ходить. Но вот у них есть специальная такая серия. Кстати, вот у этой, у Тейлор Свифт. У нее есть специальная серия комфорт. Комфортная обувь. Она идет как полагается. Вот даже они смотрятся как кеды. Но там идет специальная подошва, специальные прокладочки, стелечки. Все как полагается. И она шире, чем обычная обувь. Обычная обувь так по ноге. А там у них есть шире. Я знаю, что многие люди именно по ширине не могут себе подобрать обувь. Так, вот это все кроссовки. Это все идет скетчерсы. Как-то показывала скетчерсы. Они любят вот такое все, знаете, цветное. Знаете, какая подошва. Вот такое цветное-цветное. 64 доллара. Да. Это тоже скетчерсы. Скетчер. Вот такие. Я их как-то мерила. Мне они как-то не подошли. Я даже мерила свой размер. Вот эти вот смотрите. Как-то такое впечатление, что с каких-то 90-х годов они. Это фила. Такая вот. Легкие-легкие. Как цвет радуги. Видите. С этой стороны все скетчерсы. Не видите, какие. Так пошла пума. Еще одна пума. 54,98. Тоже надо бы хоть раз померить. Вот такие у меня точно есть расцветки мои лосины. Такая вот пума. Или вот такая. Адидас. Сейчас пойду к мальчикам посмотрю что-нибудь. Адидас. Асиксы. О, асиксы я в прошлый раз мерила. И они вообще бывают очень дорогие. Асиксы. Тоже цветные, пресветные. Смотрите какие, да? Класс. Так. Вот это вот мужские кроссовки. Я как-то здесь и не нахожу те кроссовки, которые у меня, в общем-то, мальчики любят. Они на Адидас уже нет. Это все нет. Какие-то такие они смотрятся немножко. Ладно, все. Короче, вы поняли, да? Вот какой у нас магазинчик. Пошла на выход. Я уже выбираю. Они разного оттенка. Одни белые с голубым, другие вот такие с оранжевым, другие вот такие с кофейным. Другие еще есть вот такие с бирюзой. В общем, еще есть черные. Я посмотрела тут еще, смотрите, какие есть бисерные, да? Но только опять через палец. И бисерные тоже нравятся. Потому что я люблю бисер. Сейчас померю бисер. Они тем более недорогие. Что они там? 15 долларов стоят. Вот сколько бисера ушло. Вы же вот такие, смотрите. Купила шлепанцы. Блин, какой ветер, а. Едем домой. Так, купила шлепки. Едем домой. Ой, смотрите, как красиво уже. Наверное, не видно ничего издалека. Но так здорово, так радуешься всегда, когда первое дерево зацветает, да? Уже сколько лет, и каждый год радуешься. Вау. That's a big fire. Так, сначала что-то там прогорается. Сегодня очень большой ветер. Я ушла, потому что воняет. Пока оно все прогорает, это воняет. Первый кусочек пошел. У-у-у. Кажется, пошел такой хороший. У-у-у. Что-то так мокрое здесь, а? Шлама валяется. Так, короче, три курочки. Пошли готовиться. Кажется, самая хорошая картина. Мы отдыхаем, девочки отдыхают, а мужчины готовят. Класс, скажи. Не жизнь, а малина, скажи. Давай, саму-ла. Тебе, Сюня, ты какой-то выглядишь пьюкий туда и знаешь. Ты там что, опять уже что-то поймал на дворе? Какой-то он такой чахлый у нас. Итак, смотрите, всего несколько минут, и куриные грудки готовы. Сейчас он, по-моему, еще собирается делать рыбку. Вот Чипси как-то у нас сегодня не очень хорошо чувствует, по-моему. Чипси, ты какой-то вообще вялый. Да? Ребята? Немножечко понюхать. Что? Что? Где? Оказывается, я не знала. Оказывается, все готовилось одновременно. Рыбка тоже, и салатик, и немножечко вот это курочки взяла. Потому что, ну, я просто много не могу освоить. Спасибо.